Я, Сыроегин Эдик, вступаю в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал Великий Ленин. Как учит коммунистическая партия. Всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина. Нам был брошен вызов. Вызов был брошен нашими друзьями. Сказали, а может сварить что-то очень обычное? То, что мы привыкли пробовать. Да я так могу! А что же сыграть-то? Мурку! И мы сказали, окей, ребята, давайте мы вам сварим обычный лагер. И вот мы его сварили. Здесь у нас классический лагер, а здесь у нас лагер с травой. Поэтому мы не будем пробовать оба, иначе сопьемся нафиг. А попробуем тот, который был с травами. Мурку! А. А. Правильно! Правильно! Открывайте. Наши товарищи, наша фокус-группа уже пробовала это пиво и в общем-то остались вполне довольны. У меня к нему еще изначально были завышенные ожидания были, не знаю на чем они основывались. В любом случае у меня ничего такого нет. Что про цвет скажешь? Лагер, лагер, нефильтрованное такое, лагерное пиво. Почему мы лагер сбродили? Потому что в погребе, в котором он бродил, температура была 8 градусов и в общем-то сброжили мы при 10-11 градусах. Самое то для лагера. Раз такая возможность была, почему бы я ей не воспользовался, тем более до этого мы лагеры не варили. Попробовали, вроде получилось. Ну что, давай, про пену я не знаю. У тебя смена какая-то? У меня нормальная. Что? Неделю назад я попробовал, его открывал. Пена была как у лимонада. Она появлялась и тут же оседала большими пузырями с шипением смачным. Пахнет немного дрожжами, горькая такая небольшая солодовая, хмелевой практически нет. Ну, не знаю, вкусно пахнет. Для лагер так вообще отлично. Всё, давай, поехали. За любовь. Холодное и вкусное пиво. Я считаю, что этот эксперимент удался нам. Летние. В пол не имеет. Достаточно впитка это такое. Плотное. Магазин такого плотного лагера не найти, мне кажется. Нет. Есть, конечно, немножко привкус такого магазинного лагера, но всё-таки это, мне кажется, вкуснее. Тут ещё травы всяко полно. В ароматике её ощущаешь? Конечно. Я сразу попробую. Будет прям травой трава. Я в запахе её не чувствую, но во вкусе. А в послевкусии? Сейчас. Нет, вот сейчас нет этих лимонных нот, которые я в процессе приготовления этого лагера вскрывал в бутылке, пробовал. Было чёткое послевкусие лимонной мяты на нёбе. Сейчас его не ощущаю, но вкус нормальный, да, действительно. Зря я, в общем, переживал за это пиво, потому что, ну, у меня были некоторые, видимо, предубеждения. Потому что мне не нравилось, как оно бродило, мне не нравилось, как оно выстаивалось. В общем, мне всё с ним не нравилось, и я его как бы не возлюбил изначально. Но в данный момент можно сказать, что... Что зря. Зря, да. Хотя, выбирая между PLL-ми, которые мы в этом лагерем, я бы лагер отставил сразу в сторону и пил бы PLL-ми. Не знаю, какой он достаточно неплохой. Нет, действительно. Варили мы его из солдок пилсон. Для цвета, это вот единственное, наверное, на что мы пошли, добавили кора. Что, никакой коры там не было, мы туда добавили один килограмм меланоидиного. Мы добавили, да. Просто, чтобы массой добрать, потому что у нас не хватило 9-килограммового мешка, по-моему. Этого пилсон, ну, не 9-килограммового, нет, 5-килограммового. Вот, и мы добавили туда ещё, что у нас было, там, один меланоидиного и один, по-моему, Мюнхен, типа один, что-то типа было. Ну, не важно. Из-за этого, ну, такой вот цвет получился немножко, может, нехарактерный. За другой стороны, не знаю, вот какой-нибудь хамовники Венской, по-моему, один, один, по-моему. Да бывает всякого цвета, бывает темнее лагеря. Да от меня цвет вообще никак не зависит. Тип, тип, тип и цветность ещё разные вещи. Ну, мне всё нравится. Ну, кстати, чем больше пью, тем больше нравится. Всегда так. Карбонизация хорошо прошла. Уплекислого газа. В меру, да. Да, в меру. Это тоже понравилось. Нет перебора, но всё-таки у нас классический засыпь туда декстроза идёт. Это же из расчёта 6 грамм на литр сусло. И, как бы, ни разу ещё с этими пропорциями у нас косяков не было. То есть... Особенность... Ни гашинга не было, и не было недобора гуликислого газа. Всё. Особенность данного лагера в том, что, в отличие отелей, которые мы делаем, он очень долго всё-таки доходил до своей готовности. Да, он реализовался месяца два, наверное. И некоторые знакомые пивовары, с которыми мы общались, сконсультировались на предмет того, как вы это делаете. Говорят, что довольно-таки быстрорский сайт этот напиток. Ну, не знаю, вот у нас он почти полтора месяца. Мы в видео, в котором варили... Давай, что-то обещали, что через месяц уже будет готово. Ждите, скоро... Ну, уже довольно-таки скоро. Через месяцок и ещё немного мы попробуем, что у нас получилось. Но вот нет. Думаю, что сварки уже два, наверное, прошло. Я не помню, мы мы зимой варили, сейчас уже приеду. Да. То есть, ну, в целом нормально. Вкусное пиво, запитка, летнее пиво, обычное. Да, без изысков. Так что вот такая вот проблема. Летнее пиво мы можем варить ввиду особенностей домашнего пивоварения и его выпраживать при низкой температуре, можем только зимой. То есть, варить его гораздо проблематичнее, чем эли. Ну, труда вкладывается больше. Но себестоимость этого пива по сравнению с элями, которые мы варим, в который добавляем большое количество иностранных дорогих хмелей, мы не считали. Ну, не на порядок, но в разы меньше, чем… Ну, в разы в три, наверное, да. Чем то пиво, которое мы обычно варим. Так что варите дома лагер, пробуйте. Ничего страшного в этом нету. Если вы набили руку уже в каких-то элевых варках, то лагер сварить вам заморочек только, чтобы охладить сусло перед задачей дороже и потом сбраживать его при низких температурах. Это были Саша Гендальд и Гоша Грибс. Проект Первая Варка. Первая Варня Бердю. Пейте вкусные в меру. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. У нас появился Instagram. Вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, делайте репосты. В общем, всё как обычно. Вся социальная фигня. Да. Пока. Так что, видишь, нас даже в Мюнхене с таким пивом бы не зачмырили бы. Точно? Да. Ещё копчёного немножко добавили, получился бы хороший хуайс. Ну без пшенички, конечно, но всё равно такого нефильтрованного. Ну чё мне извиниться перед ним? Извиняюсь перед тобой, пиво. Извини, зря я тебя чморил. Рассказываешь, я буду разливать. Давай. Жёлтый. Да успокойся, куда ты спешишь. Некоторые ноты этих. Я кого-то сейчас убью. Да она тихо идёт. Чё тебе? Ну иди, иди. Давай уже иди. Началось движение. Лучше дети были. Давай, давай. Вот. Добавили разные травы. Травы, привезённые из Египта. И... Вот это вот было бы вообще, ну... Смотри, какая пробка наискось. Да, пробка наискось, отлично. Вот он вот здесь вот у нас классический. Я не могу в такой... Я не могу в такой... Да, в общем, всё, хорош. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Игорь Негода,